Здравствуйте! Меня зовут Александр Тимофеев. Это итоги. Самые заметные события недели. Начнем с коронавируса. В Хакайсе умерли два пациента с диагнозом коронавирус. Первое. Женщина 55 лет долго болела, по нашим данным, онкологией. Минздрав пишет, что симптомов инфекционной болезни у погибшей не было. Второе. Это престарелый мужчина. Он тоже был сильно болен и до коронавируса. Умерший из Белого Яра. Районную больницу чиновники закрыли на карантин. Там заразился один из медиков, и все, кто там был, пациенты и врачи, две недели будут закрыты. Также на карантине республиканская хирургия и абаканская травматология с ортопедией. Главная инфекционка Хакайсе готовится к осадному положению и просит предпринимателей организовать медикам трехразовое питание. Инфекционка в Абакане закрылась на карантин. Врачи там будут жить. Однако на трехразовое питание и пластиковые тарелки у больницы денег нет. И у Минздрава, видимо, тоже. Чиновники здравоохранения просят помощи у бизнеса. Новость об этом появилась на сайте Минздрава и почти сразу исчезла. Однако пресс-служба успела разослать релизы в СМИ. Серый дом прокомментировал, что Минздрав за помощью для докторов ни в Минфин, ни в правительство не обращался. Сколько инфекционистов будут жить на работе, неизвестно. Это было в четверг. Нотабена ждала в этот день в гости эпидемиолога, но после обеда Минздрав предложил замену в эфире. Врача на министра. Вот что рассказал Владимир Костюш. Моё обращение было к главным врачам. Я предложил на базе одного из медицинских организаций открыть расчётный счёт. Мы когда с вами с пожарами боролись, с наводнениями, я помню, в Абазу мы отвозили деньги и так далее. И мы всегда помогали тем, кто сегодня попадает в трудную ситуацию. Инфекционные больницы, они первые сегодня. Мы пытаемся посадить в условиях обсервации часть медицинского персонала, там, где в семьях есть возрастная категория родственников или малые дети, чтобы они с работы уходили в условиях определённого места проживания. Мы организуем это место, чтобы мы их там кормили, они находились, то есть они отработали и пошли. И поэтому это была наша инициатива, чтобы создать более благоприятные условия той категории, они уже месяц больше работают в условиях ковида. Это сверхтоксичная инфекция, которая, в принципе, требует очень серьёзного напряжения. Вот эта маска, это ни о чём. Вы оденьте респиратор, я его носил. Час нахождения в респираторе и уши, и шея, всё в повязках. Они сутками ходят в этих условиях, и поэтому мы должны принять все меры. Это вообще-то не республика Хакасия, а весь мир сегодня аплодирует медицинским работникам, когда видят сегодня даже просто проезжающую машину, и прилагают все усилия для того, чтобы им помогать. Но получается, что четверть из выявленных – это такой нормальный средний процент или нет? Или просто врачи чаще проверяют? Просто очень много, и поэтому мы акцентируем на этом внимание. Я на сегодня на планёрке главным врачам говорил, что это очень плохо, что у нас в медицинских организациях идёт распространение. У нас в отделении реанимации заболел доктор-реаниматолог, выявлен коронавирус, выявлено уже несколько медработников, дай бог, чтобы так и продолжалось, как он видит, что ни один пациент не подтверждён. Только медицинские работники, они все входят в средства индивидуальной защиты. Но тем не менее, медработники имеют сегодня выявленные заболевания. По травматологии, там пациент, поступивший и прооперированный, через неделю появляются симптомы ОРВИ, температуры, и выявляется ковид, но он уже пролежал неделю. До этого он приехал, и, в принципе, он поступил по травме, там есть некоторые определённые нюансы его поступления. А какое состояние сейчас у тех, кто болеет? То есть мы, как часто слышим, средняя тяжесть. Это что такое? Но, тем не менее, они очень долго не выздоравливают, там какие-то единицы. Ну, как правило, уже две недели поболел, и всё, да? Я правильно понимаю? 10 человек выписанных, более 20 человек на амбулаторном лечении, и, в принципе, в стационаре чуть больше 40 человек, по-моему, на сегодняшний день. Цифры каждый день меняются у нас. Значит, два пациента у нас погибли. Почему? Потому что оба они имели у одного довольно-таки преклонный возраст и масса сопутствующих заболеваний в течение длительного ряда времени. У второго тяжёлое онкологическое заболевание. То есть наличие ковид никоим образом не повлияло на продолжительную жизнь. У нас такие пациенты, к сожалению, ещё есть, и они будут, эти пациенты. Почему? Мы и говорим. Убрать возрастную категорию из общения. Убрать из общения всех, кто имеет серьёзные хронические заболевания. Они имеют самый большой риск погибнуть от этого заболевания. Но 50% сегодняшних поражённых ковид, они не имеют никаких клинических проявлений. Так вот, для того, чтобы не погибли и меньше потери были, мы должны находиться на самоизоляции. В обсервации, так скажем, это уже те, кто сегодня имеют какие-то контакты. И вот эти меры принесут результат. Но, тем не менее, вся статистика сегодня говорит о том, что 50% населения всё равно переболеют. А как Вы оцениваете вообще в целом ситуацию? Она выходит из-под контроля или нет? Ситуация пока подконтрольная. И все меры, которые необходимы сегодня, в первую очередь, Роспотребнадзор проводит. Ну и здесь работают и силовики, и огромное количество сил и средств задействовано сегодня в республике Хакасия, кроме медицинских и Роспотребнадзора. Пока она подконтрольная. И устраивать панику массового заражения не надо. Надо соблюдать режим. Малый и средний бизнес получит федеральные деньги на зарплаты сотрудникам. По 12 130 рублей на каждого, кто в штате. Заявление предприниматели пишут с 1 мая. Поможет правительство тем, кто в списке пострадавших отраслей. Например, общепиту или гостиницам. Главное условие это сохранить 90% штата. Деньги придут после 18 мая. Проживет ли Хакасский бизнес еще месяц? Вопрос. Помощь, которую чиновникам обещали раньше, вроде беспроцентных кредитов, просто так не получишь. На это жалуется Абаканский развлекательный центр. В Саиногорске предпринимателям надоели запреты. Маникюрные салоны не понимают, а почему им нельзя работать, а парикмахерским можно. Каждый предприниматель для открытия своего бизнеса берет кредит, который теперь нам нечем платить. Нам нечем платить ипотеку. Я с такой ситуацией, мне нечем платить зарплату своим сотрудникам. Откуда? Я сама ее не получаю. У Татьяны Калинниковой студия по наращиванию ресниц и оформлению бровей. Предприниматель ждала, что вместе с парикмахерскими правительство разрешит работать и ей. Ожидания не оправдались. Сотрудники индустрии красоты не понимают, почему сходить в парикмахерскую можно, а сделать ногти нельзя. И это не единственный пример. Почему в большие магазины ходят толпы людей, а нам принимать по одному-два клиента нельзя. Правительство Хакасии пояснили, что ограничение работы некоторых предприятий – вынужденная мера. Только так можно сократить рост заболеваемости коронавирусом. Все остальное, оно по-прежнему остается под запретом, потому что в соответствии с согласованием всеми членами нашего оперативного республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, было принято такое решение о том, что эта услуга, она обязательная, как бы люди не могут без стрижек обойтись. Не считаются брови, там, или даже ногтей, такими экстренными услугами, из которых люди не могут обойтись. И в основном изоляции. Развлекательный центр Абакана стоит без работы. Дорожки для боулинга выключены, а табличка на пустых автоматах гласит, что аппаратики отдыхают. Единственная деятельность, которую сейчас осуществляет развлекательный центр – это доставка еды. Направление непрофильное и много прибыли не приносит. Но и эта работа закончится из-за отключения электроэнергии в конце месяца. В конце марта мы обратились в Абакан Энергосбыт с просьбой отсрочить платежи. Наше письмо, наше обращение проигнорировали. И, собственно, сейчас нам грозит отключение. Абакан Энергосбыт работает на удаленке. День в день встретиться с энергетиками не получилось. По телефону пообещали разобраться в ситуации. А вот банки, по словам Елены, без объяснения причины отказывают в беспроцентном кредите на зарплаты сотрудникам. Важно понимать, что кредитная организация, которая будет участвовать в этой поддержке, она самостоятельно принимает решение, кого кредитовать, а кого не кредитовать. То есть это ее право. Они в соответствии с своими оценками рисков и со своей политикой рисков будут принимать решение. Другими словами, если кредитная история плохая, то коронавирус не заставит банк выдать кредит. Есть и дополнительные условия. Например, нужно быть в реестре малых и микропредприятий. К тому же работать в отрасли, пострадавшие от коронавируса. Общепит, авиатранспорт, туризм и прочее. Тем временем в Хакасии стало больше безработных. Во всяком случае, в центр занятости потянулись в очереди по 150 человек в день. Люди надеются на обещанное правительством России большое пособие. Что на 11? Проходите, пожалуйста. Знаете, мне надо по 1 марта. В центр занятости пускают по одному и по записи, и по живой очереди, как в поликлинике. Главное ждать на улице и приходить в маске. После каждого клиента все в центре обрабатывается. Меня уволили с работы, пришла в центр занятости встать. Я в сокращение попала в конце марта. Девушки говорят, работу потеряли из-за коронавируса. В центр занятости пришли впервые уточнить, на что могут рассчитывать. А рассчитывать такие безработные могут как раз на выплату, о которой говорил президент. Граждане, уволенные и по противству службы занятости с 1 марта 2020 года, могут, имеют право получать пособия апрель-май-июнь 2020 года в размере 12-130. В республике Хакасино составляет 15-769. К нам обратилось 2077 человек. И это за 16 дней. Поток безработных почти в три раза больше, чем до коронавируса. Но просто так пособия никто не даст. Центр сначала попробует найти вам работу по той же специальности, либо похожей. Если отклик от работодателя есть, идем на собеседование. Получили отказ, рассчитывайте на пособие. Важно, у центра есть только 11 дней, либо найти вам новое место, либо признать безработным. И плюсом к этим 15 тысячам безработные с 1 марта получат по 3 тысячи на каждого ребенка с апреля по июнь. Но здесь речь идет только об одном родителе. Итого по вирусу в Хакасии. Первое. Две смерти инфицированных. Один болел раком, второй глубокий старик. Причина смерти пациентов пока неизвестна. Второе. Половина зараженных носят вирус без симптомов и даже не знают об этом. Третье. Больницы закрываются на карантин, плановые приемы отменены. Четвертое. Часть бизнеса закрыта, помощь государства получить сложно, безработных по 150 в день. Новость об аресте зама губернатора в Хакасии на этой неделе соперничала с коронавирусом и вышла в лидеры по просмотрам на сайте Юго-Сибири. Сергея Новикова ФСБ поймала с поличным при получении денег. Следователи подозревают зама главы Хакасии в получении взятки от строительной фирмы за госконтракт. Видеозадержание облетело информационные ленты, соцсети и федеральные телеканалы. Руки. Стой, панковку! Панковку! Глуши двигатель! Глуши двигатель! Голову вниз! Выходи! Задержали ФСБшники теперь уже экс-зама губернатора вечером в Абакане во дворах по улице Торосова. Следственный комитет опубликовал фото с фиолетовыми руками Новикова. Надо полагать, это краска на намеченных купюрах. По данным следователей, зам губернатора получил 2 миллиона рублей, и это первая часть взятки. История началась в конце прошлого года. Управление капитального строительства в декабре заключило контракт на 480 миллионов на строительство психоневрологического интерната в Туиме. Новиков потребовал от представителя общества с ограниченной ответственностью порядка 12 миллионов рублей за заключение указанного контракта и своевременное перечисление денег за выполненные работы. То, как суд арестовывал Сергея Новикова, федеральные ленты тоже показали. Видео выложил в сеть Следственный комитет России. РИА Новости, Пятый канал, РЕН-ТВ, Коммерсант, Интерфакс, все крупнейшие СМИ страны вспомнили, что в 2015-м хакасский чиновник уже был за решеткой. Сергея Новикова подозревали в махинациях по делу Хакрес-Водоканала. Речь шла о хищении 100 миллионов рублей в составе группы. Тогда Новикову поменяли статью на халатность, отпустили, а позже дело закрыли за давностью. Новиков после работал директором сельхозрынка, а летом прошлого года вернулся на место министра строительства. Замом губернатор его назначил меньше месяца назад. В этот раз у главы Минстроя Хакасии статья «Взятка в особо крупном размере» — это до 15 лет тюрьмы и, возможно, с многомиллионным штрафом. А деньги у Сергея Новикова есть, ну или во всяком случае были. Об этом говорит недостроенный особняк хакасского чиновника. Дом стоит в девятом жилом районе на берегу Тошибы. Место тихое и живописное. Особняк с пристройкой и гаражом занимает весь участок и снаружи кажется готовым. Однако внутри он требует ремонта. Судя по размаху, вложить осталось еще миллионы. Александр Тимофеев, Григорий Сараев, Наталья Курцева, Нотабене. Арест был в прошлую пятницу. Губернатор с заявлением выступил в понедельник. Тезисно. Вор должен сидеть в тюрьме, чиновник работать для народа. И вот эта фраза. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Также и члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия. Поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности. Примерно так выглядела вторая жена Цезаря, Помпея Сула. Современники описывают ее как статную и ржеволосую красавицу. Та самая, которая вне подозрений. Цезарь развелся с Сулой, когда в его дом проник чужой мужчина. Цезарь не разбирался зачем. Коновалов открестился от Новикова в ситуации, когда делать гордый вид поздно и глупо. Бывший зам попал за решетку во второй раз. И на работу чиновника с подмоченной репутацией брал Коновалов. И я представляю Сергея Николаевича, человеком глубоко ответственным, дисциплинированным. Пустить Новикова в правительство еще раз попросил в июле прошлого года варяг из Татарстана. Константин Харисов представлял Новикова чуть ли не спасителем коммуналки Хакасии. До него кресло главы Министерства строительства и ЖКХ занимал минусинский директор ломбардов Илья Кыноненко. Вот как полпредпрезидента Сергей Миняйло оценил прошлогоднюю команду губернатора. Его подчиненные не специалисты. И в некоторых вопросах своими действиями его подставляют. Губернатора подставляют. Потому что он несет ответственность за все это. На фоне таких конкурентов Сергей Новиков за полгода сделал карьеру в правительстве Валентины Коновалова, какой не вышло за 7 лет в команде Виктора Зимина. Главный вопрос в этой истории задают даже не журналисты. Вот что пишут в инстаграме Коновалова. Если следовать вашей логике про жену Цезаря, то объясните, чем вы руководствовались, когда трудоустраивали человека замарного и только чудом по истечению сроков амнистированного в коррупционном скандале с водоканалом. Вы как понять не можете? Валентин не решает ничего. Ему говорят, он ставит, а потом сидит и слюнями плюется. Что? Как так? Как же так, Валентин? Вы же полтора года назад на дебатах Зимину кричали, что у него все замы воры. А у вас это не просто министр, а ваш однопартиец. То есть он еще при Зимине в истории влипал, а вы его взяли. Депутаты Верховного Совета бойкотировали сессию. Не пришли 20 человек из 50. То есть к вору монет и парламентарии разошлись по домам. К этой сессии было много внимания до. Предприниматели ждали, что парламент снизит ставку по упрощенке, а санитарные врачи запретили проводить сессию. Президиум нашел способ. Запрет не собираться больше 50 человек, а депутатов ровно 50. Обычным гостям, журналистам, чиновникам и главам муниципалитетов организовали прямую трансляцию. Она так и не заработала. Мнения, почему сессия не состоялась, разные. Коммунист Григорий Назаренко считает, что это саботаж. Говорит, что будет внутренняя проверка. Фракция КПРФ, со слов Назаренко, пришла вся. Коммунист заверяет, на сессии были вопросы о поддержке бизнеса из-за коронавируса. А вот лидер ЛДПР Хакайси Михаил Молчанов наоборот заявил, что никаких важных вопросов, в том числе о поддержке пострадавших, на сессии не было. Либерал-демократы между собой постановили, что каждый примет личное решение, идти или нет. Глава фракции единороссов Светлана Могилина рассказала, что пропустили собрания руководителей крупных предприятий, бизнесмены и врачи. У них в организациях есть внутренние правила. И эти регламенты запрещают появляться в людных местах. Могилина считает, что нельзя линчевать тех, кто не пришел, а нужно отнестись с пониманием. Очевидно, что внутри парламента согласия нет. И договориться между собой депутаты не могут. Не хватило влияния даже Штыгашеву. В повестке несостоявшейся сессии значился отчет губернатора за прошлый год. Перенести выступление Валентины Коновалова перед заседанием попросил Совет муниципалитетов. У глав сел и районов накопилось в главе Хакайсии много претензий. И они хотели высказать их лично. Почему такая большая закредитованность муниципальных образований, если бы у нас на первое, но четвертое, от проекта одного миллиарда рублей. На сегодняшний день доходит до того, что администрация наших поселений, детских садиков и других подвинутых организаций социальной инфраструктуры не имеет возможности приобрести средства для санитарной обработки помещений и инвестивательной защиты сотрудников. На сегодняшний день мы не видим поддержки именно сельских территорий. Почему мы, общество, не имеем права задать вот такие вот наболевшие вопросы представителям правительства? Получается, что за перенос сессии была чуть ли не половина депутатов, Роспотребнадзор и сельские начальники. И вот что там такого важного в отчете главы Хакайсии, ради которого парламент собирает сессию в условиях самоизоляции, лично мне интересно. Отчет Коновалова объемный, 100 страниц с лишним. И документ проанализировали общественники из Народного фронта. У его хакасского лидера Евгения Мамаева есть особое мнение. Ну вот, к сожалению, в экономическом блоке я вот никакой конкретики для себя не увидел. Но вот я зачитаю даже. Обеспечены условия, организована работа, реализованы меры по стабилизации деятельности, определена потребность экономики в кадрах, сформирован план, рассмотрен проект, проведена актуализация инвестиционных планов, представлен инвестиционный проект, продолжена работа по внедрению целевых моделей, разработаны и подписаны соглашения о намерениях. Все, я уже потерялся. Ну и так далее, и так далее. Сегодня должна была состояться презентация к ней, вот слайды выложили, то есть есть вот такой вот интересный кадр, покажу, о чем он у нас говорит. То, что доходы бюджета у нас за 2019 год, вот если посмотреть, тут вот такая цифра стоит, 102,7% составила, вроде бы неплохо все так вот на слайде выглядит. Но, если мы присмотримся, тут вот так черным не читаемо написано, что рост оказывается к плану. Обычно сравнивается все-таки достижение с предыдущим периодом, то есть с 2018 годом надо сравнивать, а не с планами. Если мы откроем цифры за 2018 год, то мы видим, что за 2018 год у нас доходы бюджета составили 34,7 миллиарда, а 2019 год 31,5 миллиарда, то есть падение на 3,2 миллиарда. В сухом остатке, на что похож отчет губернатора? То есть там есть много слов, мало дела и до сих пор проблемы с деньгами? Да, все верно. Ну и напоследок главная новость недели. Сообщение о том, что Следственный комитет показал дом арестованного зама главы Хакасии, посмотрели 18 249 раз. И вот на этом у меня все. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok